Chapter 2. The Vanishing Glass. Обсудим слово vanish. Помните, есть такое средство в розовой упаковочке vanish, исчезать. В разнице с disappear, vanish – это исчезать неожиданно, прям магическим таким образом. Vanish – исчезать. Таким образом, the Vanishing Glass – исчезающее стекло. Глаз, помню, что это не только стакан, но также и стекло. Погнали! Горданс – и lit up the brass No. 4 on the Dursley's front door. It crept into their living room, which was almost exactly the same as it had been on the night when Mr. Dursley had seen that fateful news report about the owls. Only the photographs on the mantelpiece really showed how much time had passed. Ten years ago, there had been lots of pictures of what looked like a large pink beach ball wearing different colored bobble hats, but Dudley Dursley was no longer a baby. And now the photographs showed a large blunt boy riding his first bicycle on a roundabout at the fair, playing a computer game with his father, being hugged and kissed by his mother. The room held no sign at all that another boy lived in the house too. Итак, почти 10 лет прошло с тех пор, как Дурсли проснулись и обнаружили своего нефью, племянника, племянника на ступеньках около их дома. Но Privy Drive, Тисовая аллея, либо просто Privy Drive можно перевести, едва ли изменилась at all, совсем. Солнце поднималось над теми же ухоженными садами перед... Вот front garden есть back garden, а есть front garden. Front garden это перед домом, то что находится. And lit up и освещало the brass number. Brass это материал, латунь. Номер 4 на вот этой вот передней входной двери. And crept into their living room. Крепт и проникала, да, вот так вот. И проникала в их гостиную, которая была exactly the same. Ровно такой же, как она была в ту ночь, когда мистер Дурсли увидел тот фейтфул, фейтфул, судьбоносный news report, обзор новостей about the owls, про сов. Только фотографии над камином, mental piece, если уж точно совсем, это вот эта вот дощечка, которая находится над камином. В действительности показывала, сколько времени прошло. 10 лет тому назад было множество фотографий, которые показывали большой мяч розового цвета, который носил, который был одет в различного цвета bubble hats. Это шапочки с помпоном. У нас вот это вот замечательное слово, bubble, помпон. Но Датли Дурсли был больше не ребенком. Was no longer a baby. И сейчас фотографии показывали large, большого, блондинистого мальчика, катающегося на его первом bicycle, велосипед, on a roundabout, на карусели. Вот такая карусель, которая по кругу ходит, поэтому у нас round, где слово используется. At the fair, классное слово fair, ярмарка, playing a computer game with his father, думаю, все понятно, играющим компьютерную игру с его отцом, being hugged and kissed, что его обнимала и целовала мама. И комната не содержала каких-либо признаков, свидетельствующих о том, что проживал также и другой мальчик там. Заметьте, как здесь автор использует время past, perfect, в начале. Nearly ten years had passed, то есть предпрошедшее время. Это, как свидетельство, подтверждающий тот факт, что past perfect в реальности нужно, особенно для художественной литературы. Погнали дальше. Yet Harry Potter was still there, asleep at the moment, but not for long. His aunt Petunia was awake, and it was her shrill voice, which made the first noise of the day. Up! Get up! Now! Harry walked with a stud. His aunt rapped at the door again. Up! She screeched. Harry heard her walking towards the kitchen and then the sound of the frying pan being put on the cooker. He rolled onto his bag and tried to remember the dream he had been having. It had been a good one. There had been a flying motorbike in it. He had a fine feeling he'd had the same dream before. Yet в начале. Тем не менее, однако, мы разбирали слово в прошлом уроке номер один по первой главе, что however у нас также является однако, и сейчас добавляем еще слово-синоним. Yet – это не только показатель времени, present perfect, а еще не с переводом, но также в начале, когда мы используем yet, значение становится то же самое, что и у however. Однако, тем не менее. Однако, Гарри Поттер все еще был там. В данный момент спящий, но это продлится недолго. Его ант Петуня, его тетя Петуня была уже на ногах, и это ее шрилл, такой песклявый голос, сделал первый шум в этом дне. Вставай, get up, да, вот именно на ноги показывается. Есть разница у нас между wake up и get up. Wake up – это открывать глазки, когда мы только проснулись. Get up – это уже встать с кровати. Now, сейчас же. Гарри проснулся сразу же. Соответственно, помню, что есть еще у нас такая музыка, как rap, да, они отбивают вот такой вот ритм. И здесь у нас тоже rap. Класс. Запомнили. Следующее. Снова она повторяет. Вставай, up. She screech. С screech можно проассоциировать со скрипучим звуком. И, послушайте, это прям звучит, как скрип. Screech. 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 Гарри услышал, как она пошла в сторону кухни. Очень интересное правописание. Towards у меня в британской издании этой книги, с S на конце, в американском издании, будет без S. Два варианта абсолютно правильные. И towards, и toward. И затем он услышал звук frying pan, это сковорода. Здесь у нас все весьма логично образовано. Fry – это жарить, pan – это вот действительно какая-то сковорода. Но мы пишем через букву A, да, потому что если через I мы напишем, то это уже ручка. Которую поставили на cooker. Cooker – это вся плита. Да, у нас есть отдельные также слова, которые показывают панель, которая сверху находится. И также шкаф для запекания чего-то. He rolled onto his bag. Он перевернулся на свою спину и попытался вспомнить тот сон, который он видел. Это был хороший. И вот здесь смотрите, one, как они используют. It had been a good one. То есть мы one запоминаем, заменяем слово, которое было использовано ранее, существительное. То есть если мы находимся в контексте dream, snot, то здесь у нас используется one в значении son. В нем был flying motorbike, летающий мотоцикл. He had a funny feeling. Funny feeling – классное тоже выражение. Какое-то такое странное, непонятное чувство. У него было непонятное такое чувство, что он видел тот же самый сон ранее. Okay, we keep going. His aunt was back outside the door. Are you up yet? She demanded. Nearly, said Harry. Well, get it, move on. I want you to look after the bacon. And don't you dare let it burn. I want everything perfect. On daddy's birthday, Harry groaned. What did you say? His aunt snapped through the door. Nothing, nothing. Его тетя вернулась обратно к двери. Ты уже встал? Are you up yet? Здесь, заметьте, что yet, действительно, да, мы знакомимся с словом yet во времени present perfect, когда мы проходим. Однако, здесь у нас просто идет обычное время present simple с использованием глагола to be. Тем не менее, мы используем yet. Да, то есть, поэтому учим в определенных временах, но потом эти слова, подсказки, не только к этому времени мы применяем. Мелый, почти. У нас есть два слова, которые синонимы, синонимичные. Это almost и мелый. Well, get it, move on. Давай, двигайся, давай, шевелись. Дальше у нас идет тема complex object. Я хочу, чтобы ты. I want you to look after. Я хочу, чтобы ты присмотрел. Look after, присматривать. Здесь в русском мы немножко другую конструкцию сделаем. Мы используем чтобы. Я хочу, чтобы ты. А здесь они используют you ставят перед глаголом вторым. I want you to look after the bacon. Снова у нас используется дальше глагол dare. Помните, что это такое? Если нет, то можно освежить в памяти прошлый квизбит. А сейчас я вам скажу, что это осмеливаться. And don't you dare let it burn. И не смей, не смеливайся сжечь его. I want everything perfect. Я хочу, чтобы все было идеально. On daddy's birthday. Его зовут Dudley, соответственно. Но она называет его Dudley. Это такое сокращение. Показать, как она его любит. Daddy's birthday. Harry groaned. И здесь он тогда... Гроан. Вот этот вот звук он издал. What did you say? И что же ты сказал? Snap. Снова у нас, помните, вот это вот действие. Снова здесь идет. Так вот рявкнуло. Быстрое какое-то действие. Так вот рявкнуть. Через дверь. Nothing. Nothing. Ничего. Ничего. Дудley's birthday. How could he have forgotten? Harry got slowly out of bed and started looking for socks. He found a pair under his bed and after pulling a spider off, one of them put them on. Harry was used to spiders because the cupboard under the stairs was full of them. And that was where he slept. День рождения. Дадли. Как он мог только забыть? Forgotten. Третья форма. Forget, forgot, forgotten. Забывать. И тоже у нас идет тема модальные глаголы в прошедшем времени. Как я только мог забыть? How could I have forgotten? В данном случае схемы меняем. Как он мог только забыть? Гарри медленно вылез из кровати и начал looking for socks. У нас было look after. Это присматривать за кем-то. В данном случае, в случае с книги за беконом. А здесь у нас look for socks. Искать. Носки. И он уже нашел. Часто путают на уровне до А2 эти глаголы находить и искать. Так вот, look for. Это искать. Процесс нахождения чего-то. И find, found, found. Это же бах! Мы нашли что-то. Он нашел a pair, пара. Вот у нас a pair under the bed. И после того, как он pull off, он заставил паука сойти с них, с одного из этих, он надел их. Замечательно. Harry was used to spiders. Be used to. Конструкция означает привыкнуть. То есть это сформировать некую привычку. Например, вы можете сказать I'm used to getting up early. Посмотрите, что я использую. Я использую герунтий. Я привык вставать рано. Вообще целые грамматические тонкости с этими конструкциями с used to, потому что здесь есть отдельно used to, это просто раньше. Потом мы добавляем be used to, это мы показываем привычку, которая у нас есть. Также еще есть get used to, это для формирования привычки. В принципе, такая же логика, что и be ill, у нас быть больным, и get ill, это заболеть. Такая же логика с этой конструкцией. Be used to, я уже нахожусь в привычке. Get used to, я формирую привычку. Далее. Because, потому что вот этот вот шкаф под лестницей был заполонен ими. И там он спал, почкафон. Okay? When he was dressed and went down the hall into the kitchen, the table was almost hidden beneath all Dudley's birthday present. It looked as though Dudley had got the new computer he wanted, not to mention the second television and the racing buy. Exactly why Dudley wanted a racing bike was a mystery to Harry, as Dudley was very fat and hated exercise. Unless, of course, it involved punching somebody. Dudley's favorite punch bag was Harry, but he could not often catch him. Harry did not look at it, but he was very fast. Когда он оделся, соответственно, это be dressed, одеваться, он спустился вниз в коридор into the hall, into the kitchen, да, в кухне. Здесь у них коридор вместе с кухней. И вот этот вот стол был практически весь спрятан подарками для Dudley. Выглядело as though, как будто Dudley получил новый компьютер he wanted, он хотел. Not to mention, не говоря уже, mention также в прошлой главе мы обсуждали, mention упоминать. Второй телевизор и racing bike, и гоночный велосипед. Именно почему Dudley хотел a racing bike, гоночный велосипед, была загадка. И также, то есть ограниченный уже у нас набор слов. Mystery, mysterious, с прошлого урока. Загадка, загадочный. Так как Dudley был very fat, очень жирный. С словом жирным, пожалуйста, будьте аккуратны, так как оно считается очень грубым в связи, особенно с проблемой ожирения в Штатах. Соответственно, F-word, да, fat, лучше ей использовать. Можно использовать слово overweight, например, это с избыточным весом. Так. И ненавидел exercise, упражнение. Unless, of course, если не считать, конечно, punching somebody. Punch – это удар. Кулаком. Dudley's favorite punch bag и любимая груша для битья, punch bag, груша для битья, был Гарри. But he could not often catch him. Но нечасто он мог словить его. Может быть, Гарри не выглядел таким, но он был очень быстрым. Okay, so keep going. Perhaps it had something to do with living in a dark cupboard, but Гарри had always been small and skinny for his age. He looked even smaller and skinnier than he really was, because all he had to wear were old clothes of Dudley's. And Dudley was about four times bigger than he was. Harry had a thin face, nobliness, black hair, and bright green eyes. He wore round glasses held together with a lot of silo tape, because of all the times Dudley had punched him on the nose. The only thing Harry liked about his own appearance was a very thin scar on his forehead, which was shaped like a bolt of lightning. He had had it as long as he could remember, and the first question he could ever remember asking his aunt Petunia was how he had got it. Возможно, дело было в том, что он жил в тёмном шкафу, но Гарри всегда был маленьким и skinny, худощавым для его возраста. Он выглядел даже в сравнительной степени small, меньше и skinny, меняем вай на ай, для своего возраста, потому что... Да, он был даже ещё худее, чем в реальности он был, потому что ему приходилось have to, это должен, вынужден, приходится в прошедшей форме, и он был вынужден носить старую одежду Dudley. А Dudley был в четыре раза больше, чем Гарри. У Гарри была thin face, тонкое лицо, но блин, здесь у нас правило произношения K-N читается одним звуком N. И вот здесь отличный пример, сразу же выражение с двумя такими случаями произношения слов. Nobly Nails, это и худощавые коленки, выпирающие вперёд. Чёрные волосы и яркие зелёные глаза. Он носил round glasses, круглые очки, которые были перемотаны большим количеством sellotape. Это не что иное, как скотч. В Британии компания, производящая этот предмет, это компания sellotape, и, соответственно, так оно и пошло в британском формате английского. В американском это также будет, как и у нас, скотч, пробельчик, tape, скотч-тейп. А в британском, соответственно, sellotape. Вот так интересно. Единственное, что Гарри нравилось В прошлом модуле мы также разбирали появляться, исчезать и внешность, либо появление, то, как мы появляемся в этом мире. Опять же, слова повторяются, поэтому рекомендую освоить прежние юниты квизлитов. Так, единственное, что ему нравилось в своей собственной внешности, был очень тоненький шрам на его forehead. Здесь, видите, достаточно интересное произношение этого слова. Соответственно, forehead тоже можно говорить, ну, или forehead. Опять же, мы это обсуждали в прошлом уроке, который был формой, как удар молнии. Он его имел, сколько мог помнить. И первый вопрос, который он как раз задал, был про него, как он получил этот шрам. В автомобильной катастрофе, когда твои родители умерли, всё достаточно просто, ответила ему чуть-чуть о петуне, и не задавай вопросов. Дон't ask questions. That was the first rule for a quiet life with the Dursleys. Uncle Vernon entered the kitchen as Harry was toning over the bacon. «Комм your hair!» he barked by way of a morning greeting. About once a week, Uncle Vernon looked over the top of his newspaper and shouted that Harry needed a haircut. Harry must have had more haircuts than the rest of the boys in his class put together. But it made no difference. His hair simply grew that way all over the place. Не задавать вопросов. Это было самое первое правило для спокойной, мирной, да, вот quite. Здесь тоже обратите внимание на произношение. Вот это вот сочетание букв приходит из французского. Т на конце это тихий. Если мы поменяем и идти местами, то есть сначала идти, потом и это довольно, pretty, rather, quite, достаточно. Здесь у нас тихая жизнь с дурслями. И тоже артикль the, да, перед фамилией the Dursles. Дядя Вернан пошел в кухню, entered the kitchen. Здесь у нас прямое дополнение. Нужно запомнить это для таких случаев, как, например, enter the university, поступить в университет. В то время как Гарри turning over the bacon, переворачивал бекон. Comb your hair. Здесь не читаем буквку B на конце. Comb просто. Это расчесать. Это как расческа, именно такая, небольшая. Для мужских волос, как правило. He barked. Бак это light. Действия, которые делают собаки. Однако, когда мы передаем какое-то возмущение, которое есть у человека в художной литературе, пожалуйста, мы используем глагол баг и для людей. И это было что-то похожее на утреннее приветствие. То есть вместо того, чтобы сказать morning, либо good morning, это comb your hair, причеши свои волосы. Запоминаем устойчивое выражение. Это раз в неделю. Около раз в неделю. Анкл, дядя Верн, смотрел над вот этой вот газетой и кричал, что Гарри нужна стрижка. Тоже у нас идут модальные глаголы в прошедшем времени. Вероятно, с большой долей вероятности, вероятно, у Гарри было больше этих стрижек, чем the rest of the boys, оставшаяся часть мальчиков в его классе put together, вместе взяты. Но это не меняло вообще ничего. It made no difference. His hair simply grew that way. Его волосы попросту росли вот так. All over the place. Просто повсеместно.